Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Открытие Международной весенней лингвистической школы КФУ. Спаси жизнь, стань донором костного мозга. Студентки Казанского университета, призеры универсиады в Красноярске. Современные исследования в области филологии и педагогики трудно представить без применения компьютерных технологий. Отвечая данному условию, в КФУ дан старт Международной весенней лингвистической школе. Все подробности далее. 12 марта в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ состоялось открытие Международной весенней лингвистической школы интеллектуальные технологии управления текстом. Мы готовим молодое поколение. Студенты ходят на все наши семинары и на лекции, которые у нас планируются в течение этой недели, для того, чтобы в будущем писать такие курсовые работы, такие дипломные, потом магистрские диссертации, которые бы имели реальное приложение не только в науке, но и в прикладной лингвистике, то есть в практике, в образовании. Проект нацелен на улучшение качества современных учебников, используемых в российских школах, и создание автоматического анализатора текста. Проведение лингвистических семинаров, посвященных проблеме изучения способов анализа сложности текста, уже стало традицией. В 2018 году мы начали сотрудничество с коллегой из Университета штата Аризона, профессор Даниэль Макнамара, и проводили летнюю школу в августе. Она имела приблизительно такие же цели, о которых я говорила, то есть это создание автоматического анализатора текста, при помощи которого мы потом надеемся улучшить качество наших российских учебников. И вот эта школа, которую мы проводим в течение этой недели, соответственно продолжение того проекта, который мы начали в августе. Кроме того, в весенней лингвистической школе приняли участие эксперты из Румынии. Мы здесь, чтобы помогать Марионос-департамент, Лингвистический департамент, чтобы автоматизировать некоторые процессы. Мы выходим в неделю, поэтому мы сейчас показываем, что мы можем сделать, что мы сделали, и теперь мы увидим, что они нужны, и посмотрим, как это будет работать в конце. Целью проведения Международной лингвистической школы является изучение особенностей понимания текстов. Я думаю, что для всех участников, начиная от студентов, и кончая от профессоров, которые участвуют в школе, это будет очень полезное мероприятие, стимулировать дальнейшие исследования, продвижение нашего института и нашего университета в целом в международных рейтингах. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. Весь март в университетской клинике КФУ проходит акция, в рамках которой любой желающий может стать донором костного мозга. Это поможет в борьбе с раком крови. А что нужно для этого сделать, мы расскажем далее. В университетской клинике Казанского федерального университета проходит акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Акция проводится в рамках общественно значимого проекта КФУ и Росфонда по развитию национального и приволжского регистров доноров костного мозга, направленного на борьбу с раком крови. Акция продлится в течение всего марта. Человек, который изъявляет желание стать донором, нужно обязательно заполнить анкету, в которой ответить на те вопросы, которые там предоставлены. Если какой-то из этих честно, если какой-то из этих вопросов не подходит ему, то он не сможет уже сдать кровь. После заполнения анкеты человек может приступить к сдаче небольшого количества крови. Сданная кровь не является донорским материалом. Она передается в лабораторию, специальную лабораторию у нас, где регистр доноров как раз определяет все фенотипы, генетические все вопросы. Потому что один на 10 тысяч, один человек на 10 тысяч может только генетически подходить непосредственно вот этому больному. Задача попавшего в регистр быть готовым не только в ближайшее время. Трансплантация генетически подходящему больному может понадобиться даже через несколько лет и в другом регионе страны. При его нахождении с потенциальным донором свяжется сотрудник регистра и расскажет о дальнейших шагах. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Команда фигуристок «Татарстан» завоевала бронзовую медаль на универсиаде в Красноярске. В состав команды вошли пять студентов Казанского федерального университета. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Российская команда «Татарстан» завоевала бронзу по итогам короткой и произвольной программы в синхронном фигурном катании на 29-х зимних студенческих играх в Красноярске. Общая сумма баллов составила 218,22. Напомним, что в команде «Татарстан» были представлены пять студенток Казанского федерального университета. Юлия Зобнина, Эльвира Кабирова, Диана Павлова, Арина Пашина и Аделя Шерафиева. На самом деле, после первого дня мы занимали второе место, после второго дня нам чуть-чуть не хватило техники, поэтому в итоговом результате мы заняли третье место. В целом, я довольна тем, как мы прокатали наши программы. То есть, с эмоциональной стороны, с технической стороны, в первый день мы обошли действующих чемпионов мира, что говорит о том, что, наверное, мы работаем в правильном направлении. К слову, девушки уже начинают готовиться к чемпионату мира по синхронному фигурному катанию, который в этом году пройдет в Хельсинки 12-13 апреля. Мы работаем над своими программами, конечно же, хочется высокого результата, но в первую очередь надо работать и, конечно, не думать о результатах каких-то. Если будет хорошо проведена работа, то и результаты будут, конечно же, высокие. Вот совсем скоро мы уже уедем на чемпионат мира. У нас есть еще время, чтобы как раз-таки улучшить еще свою произвольную программу и победить. Ну а мы пожелаем нашим студенткам удачи и будем следить за их успехами уже в апреле. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универньюз. Для некоторых танцы – это карьера, для других – невинное хобби, а кто-то им живет. Танец – это эмоции, преобразованные в движения, которые происходят в ритме современной жизни. В следующем сюжете мы расскажем о студентке КФУ Марии Глушко, которая, несмотря на обстоятельства, продолжила заниматься танцами уже в стенах Казанского федерального университета. Думаешь, что поступишь в университет и придется забыть о любимом деле? Никак нет. Мария Глушко тебе это докажет. Приехав из другого города в Казань, девочка очень тосковала по занятиям танцами, но уже спустя полгода нашла выход. О какой – сейчас расскажем. Мария – студентка первого курса Казанского федерального университета. Девушка родилась и выросла в городе Белгород, а Казань выбрала потому, что факультет медиакоммуникации, на котором она учится, представлен не во всех городах, и Казань стала идеальным местом для учебы. Мария занимается танцами на протяжении 14 лет, и у нее есть своя интересная история о том, как начинался ее танцевальный путь. Я захотела сама. Я очень хорошо помню, как у меня бабушка привела записываться на английский, и там висело большое красочное табло с перечислением всех коллективов. Мне было 4 года, я прочитала слово «танцы», и говорю, бабушка, я хочу на танцы. Все. И с того времени я не бросаю это дело. С 4-летнего возраста Мария стала заниматься бальными танцами, но после того, как у нее ушел партнер, девушка всерьез думала бросить это дело. Но, к счастью, вскоре она попала в чисто женский коллектив русского народного танца, который вновь ей вернул желание заниматься. С тех пор Мария стала участницей образцового коллектива народного танца «Калинка» В составе ансамбля девушка выступала на фестивалях и концертах, объездила много городов России и все свое свободное время посвящала тренировкам. Потому что у меня каждый день были репетиции по 2 часа, каждый день. В воскресенье это было часов 5. То есть школу я пропускала очень часто, это мне появлялось. Я приходила, чтобы отнести освобождение, сказать «до свидания», я опять ухожу и уходила. То есть постоянные концерты, постоянные конкурсы, гастроли. Поэтому в основном только танцы. Но после того, как Мария переехала в Казань, регулярные тренировки закончились, и студентке было очень тяжело привыкнуть к новому образу жизни. И тогда она решила создать свой танцевальный коллектив. За короткий срок Маша собрала команду, и сейчас они готовятся к выступлению на студенческой весне. Теперь в жизни девушки вновь появились постоянные тренировки и репетиции. И что самое главное, она может делиться своим опытом с другими участницами. Маша замечательный человек и очень хороший преподаватель. Я до этого никогда не танцевала. Но когда я пришла в коллектив, у меня было только желание, может быть, немножко пластики, она поставила меня в каком-то смысле, она дала мне базу, которая именно была мне необходима. И как человек она просто замечательная. Она добрая, всегда поддерживает, накормит. Мария признается, что у нее есть большая мечта – открыть свою школу танцев и преподавать с ней. И мы уверены, что у нее все обязательно получится. Елизавета Иванчикова, Универ ТВ. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»